Чтобы ускорить гиперлапс мы нажимаем правой кнопкой на слой Time И включаем возможность изменения хрона Мы выбираем первый кадр, с которого мы хотим начать Затем ищем конец Выбираем предпоследний кадр Создаем на нем точку И удаляем последний кадр Внимание, после нашей последней точки всегда оставляйте небольшое пространство Далее мы передвигаем слой вправо Тянем нашу точку влево Вот, теперь мы ставим последнюю точку Конец композиции Наш гиперлапс ускорился и вписался в размеры контейнера Что мы делаем далее? Как отстабилизировать наш гиперлапс? Есть два способа стабилизации гиперлапса Первый автоматический, второй ручной Начнем с автоматического Нажимаем правой кнопкой на композицию И выбираем настройки Выбираем высоту кадра 2160 Нажимаем снова на слой Ctrl-Alt-F Далее File Script Trim Compose И два раза ОК Теперь мы можем выбрать слой с нашим гиперлапсом Нажать Warp Stabilizer И выбрать 1 или 2% Если результат вас не совсем устраивает То тогда приступаем к ручной стабилизации Отменяем все наши действия Создаем нулевой объект Выбираем слой с гиперлапсом Script Trim Compose Выбираем слой Нажимаем Stabilize Motion Далее мы должны выбрать в кадре точку Которая всегда находится в центре внимания И которая не изменяет свою позицию В данном случае очки нашего актера Изменяем размеры трекера И направляем его на очки Наша задача выбрать максимально контрастную точку Внимание Внутренняя область трекера Выбирает точку Которую мы отслеживаем Внешняя область трекера Определяет область кадров Которая будет искаться эта точка Чем больше размеры этих областей Тем медленнее идет просчет Когда мы выбрали точку Нажимаем начать анализ Вполне может произойти то же самое Что произошло у меня сейчас Ваша точка будет постоянно теряться В таком случае мы начинаем работать вручную Нажимаем Page Up И выбираем покадрово нашу точку Page Down Page Down Page Down И так до тех самых пор Пока мы не дойдем до последнего кадра Когда мы дошли до самого последнего кадра Мы нажимаем кнопку Apply OK И смотрим что получилось Не совсем то что нам нужно Правда Выбираем первый кадр Привязываем Слой с гиперлапсом К нулевому объекту Далее Выбираем нулевый объект Нажимаем кнопку P Position И кликаем на часики Чтобы анимировать позицию нулевого объекта Далее Выбираем последний кадр И изменяем позицию нулевого объекта Так чтобы Чтобы наш кадр был на месте Далее Выбираем Середину Снова поправляем позицию И так далее Мы делим наши кадры Постоянно напополам До тех пор Пока Гиперлапс не приобретет нужный вид Далее Мы заходим в эффекты И находим эффект Motion Tile Применяем его к гиперлапсу Увеличиваем ширину и высоту до 200 Ставим галочку отражать грани И проверяем наш гиперлапс Пролет камеры на нашем гиперлапсе Все равно выглядит недостаточно гладким Поэтому Мы выделяем все кейфреймы На показателе Position Нажимаем редактировать графики Потом нажимаем на кнопку разделить измерения Выделяем все точки Нажимаем Easy Ace In И Easy Ace Out Проверяем Если что-то не так То мы можем поправить Наше изображение Проверяем Отлично Благодаря графику мы можем делать наши пролеты более плавными Итак, друзья Это, наверное, видеоурок По продвинутой стабилизации наших гиперлапсов Для тех, у кого беда с горизонтом Давайте начнем Мы выделяем наш гиперлапс Нажимаем кнопочку Stabilize Motion Ставим галочку на Rotation И выбираем две точки Примерно как и в первом нашем видео Нужны максимально контрастные точки Например, я возьму первую эту И эту, например Далее мы нажимаем кнопочку Анализировать Вы можете попробовать увеличить ваши трекеры Либо же сделать это вручную Как видите, даже на моем мощном компе Просчет происходит довольно-таки долго Потому что это гиперлапс И он в большом разрешении В принципе, наш трекер Определяет наши точки Но это все происходит очень долго Поэтому я буду делать все вручную Проверяю эти точки С ними все хорошо Далее Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, когда мы все отстабилизировали То мы нажимаем Apply И проверяем, что у нас получилось Окей Теперь мы создаем Новобжект Привязываем к нему наш слой С гиперлапсом Анимируем Position И Rotation И Scale Проверяем Rotation Поправляем Position Далее делим на пополам, как обычно Поправляем Rotation Продолжение следует... Окей Далее делим снова на пополам Снова управляем Rotation И еще и Position Проверяем первую половину Ну, почти Продолжение следует... К этому Новобжекту Можем создать еще один Новобжект Привязать его К этому Новобжекту И увеличить его размер, чтобы У нас не появлялись края Проверяем Почти Все это Закидываем в новый Прекомпоз Нажимаем ОК И поверх кидаем Warp Stabilizer Теперь все намного лучше Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова